География бизнес-саммита расширяется, и все больше участников приезжают в Нижний Новгород, чтобы представить свои разработки. Широкую экспозицию представляют белорусские предприятия. Они привезли электробусы с системой бесконтактной зарядки. Мы используем суперконденсатор. Электробус рассчитан на прохождение всего маршрута. Он наконечный зарядился, проехал весь маршрут. Дальше происходит экспресс-зарядка в течение 5-7 минут. Он опять зарядился и готов ехать обратно. На линиях в Минске уже работают 20 электробусов. В скором времени экологически чистый транспорт выйдет на маршруты Москвы и Санкт-Петербурга. Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы электробусы появились и в Нижнем Новгороде, но меньше вместимости. В первый день саммита подписаны важные скидки. Через 2-3 года в Кавернинском районе рядом с известным Белбашским соляным месторождением будет построен крупнейший в России завод по производству соли. Будет создано более 400 новых рабочих мест. Конечно, наша соль будет и для нас с вами, обычных потребителей, и, конечно же, для химических заводов. В этом и есть основное преимущество наше, потому что соль класса экстра, наивысшей степени очистки, она нужна химическим предприятиям. Они сегодня либо имеют свои рассолы скважины, либо берут грязную соль, доочищают ее. Это очень невыгодно. Поэтому мы им уже готовы чистую соль будем поставлять. Особое внимание на бизнес-саммите приковано к развитию информационных технологий в Нижегородской области. Было принято решение создать так называемый IT-кластер, вокруг которого сконцентрируются исследовательские центры, промышленные предприятия и инвесторы. Свои разработки уже представила международная компания Industrial Cloud. Сотрудники создали комплекс с программным обеспечением, который устанавливается на предприятие и помогает эффективно управлять процессом производства. Италороссийский проект был разработан при поддержке двух университетов. Оператор станка подходит к своему рабочему месту, видит, какую ему задачу дал менеджер производства. Это фрезеровка, детали 0007, конкретный этап, и я начинаю подготовку материала. И система автоматически видит, менеджер видит, что данный производственный остров в стадии, на этапе подготовки материала. Оснастка станка, контроль качества перед производством, и пошло производство. Интересен бизнес-саммит не только программистам или руководителям промышленных предприятий, но и простым нижегородцам. На ярмарке открыт фермерский рынок, где можно попробовать и купить сыры, пряники, шоколад, хлеб и мед, посмотреть историческую реконструкцию и сделать фото в специальных зонах. Саммит проходит до 16 сентября включительно. Юлия Серебрякова, Андрей Панов, столица Нижний.